Вы не производите впечатление человека, который много выстроил. То есть, значит, вы хорошо умеете все это скрывать. Значит, вы не просто певица, но и действительно актриса, как вы сказали. Значит, вы в образе. Вы в образе? Я, наверное, всегда в образе. Получается, с детства. Так получилось, что меня воспитало общество. Другого я не знала. То есть, у меня всегда была и популярность, и известность, и положение такое на виду. Я всегда была и заводилой, и, в принципе, я занималась тем же самым. То есть, под музыку, под песню объединяла вокруг себя людей. Ну, вы сказали, да, мы сами затейники, да. Похоже, да. И в лагере в пионерском, и в школе. Мне это была роль понятна. Да, единственное, я научилась всегда быть в хорошем настроении, как нравится людям. Здесь, я вот уточню, вы научились быть в хорошем настроении, или научились создавать впечатление, что вы в хорошем настроении? И, наверное, впечатление тоже. Это настолько вросло в меня, что я уже сейчас, наверное, детям, которые бы в таком положении, как я, оказались, то есть, порекомендовала быть и в других образах, в обществе. Так. И баловаться, и... То есть, разные демонстрировать свои чувства, чтобы увидеть их самой. Потому что у меня так получилось, действительно, демонстрируя радость всегда, и хорошее настроение, и умение всегда заводить, и быть... Ну, вот, понятно, что от этой роли это требуется, быть всегда вот этой хорошей девочкой, хорошей, веселой, активной, зажигательной. Понятно, что я даже от себя скрывала эти отрицательные чувства, и даже уже на какой-то момент я подумала, что вообще во мне их нет. А самое страшное, я подумала, что во мне их быть не должно. А так, как человек, конечно, существо, которое между хорошим и плохим, между негативом и позитивом, и это должно быть в нас, и должно выходить наружу всё, чтобы увидеть прежде всего себя. И уроки жизненные, это, конечно, в негативе и в отрицательном скрыто, это понятно. Потому что всё, что положительно, это дарит нам радость, силы, силы духа, а всё, что отрицательно, это наши уроки. И это очень важно. А остаться без этого, это всё равно, что остаться без жизни. В какой-то момент я осталась безжизненной, и у меня были очень такие глубокие, суровые депрессии, которые, опять же, я не могла никому продемонстрировать, потому что не привыкла, у меня не было этой привычки. Но как-то родные люди. И даже от родных людей. То есть мне не то, чтобы не понравилось, а вот теперь я действительно, даже когда люди выносят на поверхность что-то очень отрицательное, я очень за них рада. Очень рада. Потому что, испытав то, что я испытала, слишком глубокие провалы в эти ямы, когда ты не привыкла их кому-то даже рассказать, то есть на таком, на внешнем уровне понятно, я активный, у меня, естественно, может быть там какая-то раздражительность, а это такой провал, такой нечестный, такой недостойный человека, я сама их не понимала. Я даже не могла к психологу пойти, чтобы объяснить, что это такое. Это вот жизнь выключается. А почему к психологу-то нельзя пойти, я не понимаю. Я не знала, как их объяснить, они как-то сами... Это даже не из жизни было, не то, чтобы рассказать историю, там было что-то с чем-то или с кем-то, а это нет. Это просто вот все выключается. Поэтому я считаю, что человек должен выносить на поверхность даже негатив, отрицательные эмоции, он увидит хотя бы себя, он увидит, что творится в его душе, и дальше уже можно будет хотя бы с этим что-то делать. Решения какие-то принимаются. Ничего про это нет на вашем сайте, Наталья. Ой, ну зачем же на официальном сайте, зачем же... А что есть? Вы даже, может, и сами-то вырежете это. Может, я вам понравлюсь... Ничего не вырежу, у нас прямо, что мы ничего не вырезаем. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24».